В Балакове прошли вторые региональные образовательные чтения. Тема, которую обсудили участники, очень важна в современных реалиях. Православие и отечественная культура, потери и приобретение минувшего, образ будущего. Наверное, поэтому и интерес к мероприятию проявили не только представители духовенства, но и те, кто понимает важность культурного воспитания. Мы все в ответе за будущее нашей страны. И от нас с вами зависит, какими вырастут дети, которые сегодня обучаются в школах Балаковского муниципального района. И мы очень заинтересованы в том, чтобы из наших образовательных учреждений выходили не только грамотные специалисты, но и люди с нравственной основой. Я уверена, что наше мероприятие – один из шагов в этом направлении. На чтениях присутствовали учителя, сотрудники музеев и библиотек, педагоги воскресных школ, воспитатели детских садов не только из Балаковского, но и из других районов Саратовской области. Они – наставники подрастающего поколения, которые дают детям жизненные ориентиры. В этом году очень интересная тема – это культура. Дело в том, что я преподаватель музыки, основ православной культуры. Поэтому, естественно, это моя тема. У нас в школе накоплен очень большой опыт работы над метапредметными проектами. И мы очень тесно сотрудничаем и с музеями, и с поэтами саратовскими. Поэтому эта тема для нас очень животрепещущая. Православная культура – это культура русского народа, многовековая. И поэтому ее не надо забывать, ее надо просто культивировать. Без нее мы никак не проживем. Важность взаимодействия с церковью отметила и Наталья Красильникова, заместитель директора Балаковского филиала АО «Апатит». Предприятие много лет помогает возрождать духовные традиции в Балакове, выделяет средства на реставрацию Свято-Троицкого собора, поддерживает епархию. Молодежь на сегодняшний момент мечется. Она не знает, почему вот так происходит. У них сомнения, да, правильно было сказано. Информационный блок очень большой составляющий, который разворачивает их. Они сидят в телефонах, и у них это ложится по-другому на их внутреннее сознание. Именно общение и взаимодействие с епархией дает нам другое, где раскладывается простым, доступным языком. И у детей уже дети уходят с другими впечатлениями, с другим отношением. Они находят ответы на свои вопросы. В докладах участников чтения было очень много примеров того, как развивается общество, как меняются его ценности. Но именно культура помогает человеку оставаться человеком. Даже в те времена, когда на первое место выходят технологические достижения, а умы завоевывает искусственный интеллект. Настолько активно развиваются технологии, что современная антропология, христианская, православная, она всех предупреждает. Смотри человек внимательно, что с тобой будут производить, что с тобой будут делать. Насколько вот эти технологии смогут либо действительно тебе помочь, либо есть опасность, что за вот это, вот это вот, скажем так, прокурство ложи технологий урежет представление о человеке, о его богатстве, о его внутреннем мире. Технический прогресс отрицать, конечно, нельзя, но и его можно направить на сохранение культуры своего народа, позволяя человеку формироваться нравственно, творчески, интеллектуально и духовно. Культура любого народа – это живой организм со своими родовыми особенностями. Организм, хранящий память и традиции предков. Культура продолжает жить независимо от того, заботятся они или пренебрегают. У нее самостоятельная жизнь. Только в одном случае, когда они заботятся, она расцветает и приносит благие плоды. В другом загнивает, поражает уродство, приводит к моральному кризису общества. Протеерей Кирилл Краснощоков привел яркий пример того, что у нации, которая отрицает свое прошлое, нет будущего. После прихода советской власти были разрушены традиционные ценности, которые существовали веками, и люди не знали, как им жить в новых реалиях. На практике опустошенное святое место рождения, брака и смерти советского человека все больше заполнялось деревенскими суевериями и водкой. Этот опыт также показывает, что, пытаясь вытеснить религиозность и заменить ее атеистической гражданской обрядностью, атеистические агитаторы столкнулись с непредвиденными трудностями в деле управления духовными вопросами. После пленарного заседания участники чтения разошлись по секциям, на которых обсуждались различные аспекты культурного развития – патриотический, исторический, образование и воспитание детей. На одной из секций подняли вопрос о древних монашеских традициях в условиях современности. Здесь рассказывали о важности молитвы, об истории и миссии монашества. Эти люди, которые полностью себя отдали на служение Богу и себя ограничили в семье, в быту, в светских разных развлечениях. Участники чтений выразили уверенность, что такое важное образовательное мероприятие получит дальнейшее развитие. С каждым годом оно будет набирать все больше и больше, интерес будет вызывать у людей, у педагогов, у администрации. В общем-то, это площадка для общения. Эта тема будет затем и на рождественские чтения, которые будут проходить в Москве, в Кургангеле, будут проходить в январе месяце. Рождественские чтения – это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. И на них будет продолжено обсуждение важной и многогранной темы взаимосвязи православия и отечественной культуры. Продолжение следует...